В Карагандинской области сточные воды превратили многоэтажку в развалины. Причем топили двухэтажку в Жасказгане на протяжении нескольких лет соседние дома. Кто при этом обязан ремонтировать строение, выясняли наши корреспонденты. Вот эта трещина, вон плитка отваливается. Потом появились вот у входа эти трещины сквозни. А потом Антонина Сурусина сбилась со счета. Дом номер один по улице Мира, крепко простоявший на земле 70 лет, буквально затрещал по швам. Через некоторые трещины уже видна улица. Наиболее пострадала в этом доме эта четырехкомнатная угловая квартира. Здесь заметно наклонился даже пол. Самые широкие трещины, покосившиеся окна. Семья была вынуждена покинуть свое жилье. Жители шести жилых квартир и малый бизнес первого этажа сбросились. Заказали экспертизу. Специалисты обследовали и сделали вывод. Дом стал разрушаться из-за мокрого фундамента. Основная причина деформации здания – длительное замачивание основания здания из-за порывов труб наружных сетей, канализационной, водопроводной. Двухэтажка стоит в небольшой низине на пересечении улицы. Ее подвал стал идеальным местом для сточных ручьев городских коммунальных аварий. А вот ремонт и укрепление фундамента оказалось делом внутридомовым. Экспертное заключение получено от аккредитованной организации. Есть вывод о том, что этот дом подлежит восстановлению. Необходимо провести усиление конструкции. И согласно закону Республики Казахстан о жилищных отношениях, капитальный ремонт проводится за счет собственников квартир. Получается, что соседи залили, но никакой ответственности за испорченное имущество и не несут. Дом тем временем продолжает трещать и без ремонта из предаварийного рискуют стать аварийным. Юлана Чаус, Василий Савкин, Карагандинская область, Хабар.